Сегодня состоялся второй этап третьей сессии Государственного Совета. Депутаты приняли во втором чтении закон о республиканском бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Все поправки и дополнения, которые были внесены при обсуждении бюджета в первом чтении, были рассмотрены в профильном комитете. Как отметил председатель комитета Эльбина Егорова, все замечания были обсуждены. Вице-премьер министр финансов Светлана Енилина назвала проект бюджета консервативным, рациональным, но соответствующим возможностям республики. Бюджет по собственным доходам сформирован на 2017 год в объеме 25 миллиардов 368 миллионов рублей. На 2018 год 25,8 миллиардов, на 2019, 26,8. Переходя по расходам республиканского бюджета, хочу в первую очередь отметить, что правительство республики никогда не брало на себе завышенные обязательства. Однако те обязательства, которые мы на себя принимали, всегда исполняли в полном объеме. Именно из-за отсутствия завышенных обязательств финансовый документ подвергся критике оппозиционных фракций. Всегда ЛДПР предлагает, чтобы бюджет был с дефицитом, а не с префицитом. Если у нас, получается, префицит с бюджетом принимается, то значит мы не все денежные средства освоили. Так не должно быть. Поэтому мы за то, чтобы бюджет принимался с дефицитом, и за этот бюджет мы проголосовали против. Потому что если будут освоены все денежные средства без остатка, это значит на благо республики пойдут эти денежные средства. Наши предложения о том, что необходимо увеличить финансирование отрасли образования, финансировать отрасль здравоохранения, для того, чтобы провели больше ремонта школ, не закрывать сельские школы, для того, чтобы развивать систему здравоохранения на местах, особенно в сельской местности. Вот не все наши предложения были учтены и включены в рамки этого бюджета. Поэтому позиция наша здесь мы в таком виде бюджет поддерживать не будем. Принципиально мы не согласны с этим бюджетом. Почему? Потому что мы и так все время старались в республике ужаться, как только можно. И когда сегодня поступило мнение о том, что бюджет должен быть профицитный, то мы еще больше ужались. Серьезных средств на то, чтобы действительно развить предприятие, помочь человеку труда, мы здесь не обнаружили. Между тем в документе прописано исполнение социальных обязательств и проектов развития. Приоритетное направление бюджетной политики и исполнение указов Путина в выделении средств на развитие муниципалитетов. На эти цели в бюджете предусмотрены серьезные суммы. Одна из них уйдет на строительство инженерной инфраструктуры в Канаше. Эти ресурсы должны дать полчок к развитию новых высокотехнологичных производств в городе. Всего на моногород Канаш из консолидированного бюджета республики в 16-18 годах будет направлено 979 миллионов рублей. Депутаты приняли бюджет республики на 2017, 2018 и 2019 годы во втором чтении. Фракции КПРФ и «Справедливая Россия» проголосовали против. ЛДПР и «Единая Россия» поддержали финансовый документ. Бюджет он социально ориентирован. То есть и заложенные строительства учреждения здравоохранения, и строительства общеобразовательных. Вот по моему округу, например, микрорионе Садово. В 2017 году мы будем выкупать садик. То есть говорить о том, что не встроятся социально-культурные учреждения, это неправильно. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика.